Друзья, всем добрый вечер! Я была сегодня в Липецке, в нашем областном центре. Вот, там что-то я поснимала. Много я не могла снять, потому что я много сегодня находила, много шагов. В общем, по телефону 10 тысяч. Но я ещё не включила сразу. Ещё у нас я в районе походила. Всё это по делам. Вот, и находила много. Да, ну, больше 10 тысяч. Вот, давно я так не ходила, чтобы прям упариться. Сегодня так жарко было вообще. Вот, что я хочу сказать. Приехала я, прям только я вышла из автобуса на остановку, шагнула, машина едет. Я так вообще, вот, я говорю, я говорю, ой, хоть бы кто подвёз бы. Я говорю, прям вот, знаете, вот не хотела ничего брать, не хотела. Ну, вот, взяла кефир. Говорю, пить так хотелось сегодня. Ну, жара была вот под 30 градусов у нас. Вот. На солнце, наверное, да. А ходила-то я же не где-нибудь в тени, а на солнце. Вот, захотелось пить, купила кефир. В общем, у меня сейчас это, на столе. В общем, после завтрака, как осталось, я уехала утром. Вот. И вот купила. Вы смотрите, вот, купила продукты. Надо убрать это. Купила продукты. И, как сказать, говорю, ой, надо это купить. Кефир пить захотела. Яблоки, говорю, погрызу. Взяла одно сначала яблоко, потом ещё два положила. И так вот всё. Взяла творог. Там палаточки стояли, помидоры. Помидорами торговали. Степлиц. Прямо написано. Донков. Воронеж. В общем, огурцы. И вот такие пупырчатые взяла. Вот. Они душистее, чем гладкие, конечно. Взяла в пятёрочки авокадо. Ой, какие там мягкие авокадо. О, прям бери, кожу снимай. Не снимай, а её я наполовину всегда разрезаю. Вынимаю зёрнышко или что это есть. Вот. Да, кстати, я сниму, как у меня проросло авокадо. Вот. Купила авокадо, помидоры. Взяла. Взяла творог. Ой, возьму творог. Ой, ну может я остановки донесу. Может это, может ничего. Ой, масло. С одной женщиной разговаривались в магните. Она тоже пошла. Она липецкая сама. Там такая фипочка. И, в общем, мы с ней так разговаривались. Она говорит, а я беру вот такое масло. Мне нравится. Оно тугое. Вот. Ну, конечно, она у меня растаяла. Это магнитовское. Ну, для магнита, наверное, готовят. Не знаю. Ни разу не пробовала. Попробую. Купила лук. Лук по 200 с чем-то. Вот это 50 рублей. В общем-то. Вот. Ну, так нормально. Так. Что я купила? Я купила. Зашла. Кушать я, конечно, захотела. Зашла. Ой, как же называется этот магазин-то? Ой-ой-ой-ой. Забыла. Так. Купила паштет. Угу. Кстати. Как называется магазин? Это вот название. Ермолина. Ермолина. Магазин Ермолина у нас. И у нас, и в Липецке. Вот. В общем, купила блинчики с мясом. И вторые-то уже блинчики с мясом. Но цена у них 220 и 270. Сказали, что... В общем, я какие? Говорю, получше. Мне сказали, что это на любителя. Кому-то нравится по 220, кому-то по 270. Начинка вроде бы одинаковая с мясом. В общем, что я ещё купила? Я увидела там... Вы знаете, у меня квашечных огурцов нет кислых. Вот. Купила огурцы. Я вчера отварила свеклу. Вот. И вот нарежу, сделаю себе внегретик. Так захотелось. А вы знаете, как они пахнут? Вот, представляете, там чеснок. Одна бабулька сидела. Она уже сделала... Как называется-то? Помидоры с чесноком, с хреном. Она говорит, это уже, говорит, новые. Вот я, говорит, сделала... Приготовила. Новые. Я говорю, как? Она говорит, из свежих вот помидор. Вот. Ну, какие сейчас помидоры, да? Вот. Я забыла, как называется-то салат этот. Ну, в общем, всё это свежим прокручивается. И чеснок, и хрен. Хреновина. Да, хреновин, по-моему, её называют. Вот. Вот у меня завтрак, осталась сгущёнка. А, друзья, я не договорила. Приехал я только, вышла из автобуса. И едет машина легковая, поворачивает, ну, к нам в село. Ну, я такая вышла, думаю, остановится, остановится. Не остановится. Ну, пойду я, ну, пешком. Ну, как сказать, куда деваться. Если не остановится, хвыр, недобрый человек. Смотрю, остановился. Я такая иду потихонечку. Шумит. Я такая, что, что, не слышь, не дослышь, что говорят. Говорит он. Вот. Я думала, он не один сидел. В общем, меня подвёз Максим. Не буду говорить фамилию, наверное. Ну, не знаю, как. Я не знаю, как вот без согласия говорить. В общем, Максим Панченко, да. Но не буду скрывать. Молодец. Сам остановился. Сам разговорчивый такой. Я говорю, вот, я говорю, когда люди с добром останавливают и подвозят тебя, а которые не с добром, они даже не остановятся. И как я сегодня устала. Сегодня, в общем, Лебедянский ещё автобус сломался. К нам ещё Лебедянских вселили в наш автобус. Подвезли их. Там встретила их маршрутка Лебедяна. Ой, как бы с войны, я не знаю, добиралась сегодня с Липецка. Вот. Дорога разговаривалась с хорошей девушкой. Вот. Она заканчивает в этом году в Воронеже на фельдшера. В общем, такая лапочка, такая девочка хорошая. Она несколько раз мне сказала. Ой, спасибо, как мне приятно было с вами общаться, за ваше общение. Вот. Она теперь фельдшер будет. Вот. Осталось все экзамены опоздавать. Она везла кошечку, кошечку в переноске, представляете? И кошечку в переноске. Она вынула потом ее из переноски. Она говорит, ничего, если я выну. Я говорю, вынимай. Она такая прям вот нежненькая девочка. Прям, ну, хорошенькая. Живет в Лебедяне. Вот. Выучилась. Ну, почти выучилась. Осталось экзамены сдать, диплом. И, да, защитить. И все. И она фельдшер. Мариночка ее зовут. Хорошая девочка. Вот. И в общем, и в магните. Я сегодня с женщиной разговаривалась. Она говорит, ой, как не хотелось бы с вами расставаться. А у вас какой, этот, теле-2 есть, обилайн есть. Я думаю, ой, мне не надо вот это вот. Есть у меня, говорю, и это есть, и это есть. Она, наверное, хотела телефонами обменяться. Но она такая противоречивая, как бы. Вот. Ну, в чем-то мы с ней сошлись в разговоре в магните. Вот. Вот такие дела, ребятки, друзья. В общем, довез меня Максим. Довез прям, как сказать, до моего болота. Болото у меня там. У прям этого забора. Вот. Еле-еле я дошла. Там снова... А, дверь была открыта у меня. Дверь в заборе была прям настиж открыта. Думаю, да господи. Когда я дома, не открыта она бывает. Ничего. Дверь бывает... Ну, закрыла я, она и закрыта. Ну, как? Я ее сейчас закрываю на проволоку. Проволоку туда втыкаю. Вот. И так же я поехала сегодня. Пошла на остановку. Я проволоку воткнула. Но приехала. Настя же открыта. Дверь в заборе. Вот. И что я еще? Иду дальше. Чуть не утопала, правда. Вот прям аж вот затягивает вот обувь в ноги. Ой, невозможно даже выдернуть. Вот. Да вот. Как болото у нас, правда. Иду, подхожу к сараю. И вижу, крыса лежит. Крыса. Вы представляете? Вот крысы. Вот кто вот делает вот это? Соседи. Соседи. Больше некому. Вася с Валей. Кто же еще? Когда это прекратится? Я не знаю. Ребята, я нахваталась сегодня такого вот позитива. Я сегодня нагулялась. На свежем воздухе. И, в общем, у меня, как бы сказать, я ездила сегодня по делам, по хорошим делам. Позитива набралась. Нагулялась. Зашла в парикмахерскую. Там девочки. Ой, вы какая хорошая. Да, ой, да вы на свои года не выглядите. Ну, в общем, это я на этом не заостряю внимания. Ну, просто я подкрашиваюсь, слежу за собой. Вот. Я говорю, девочки, я говорю, подровняйте мне, отстригите. Вот. Уже концы плохие. Вот. Все, не надо состригать. Нет, нет, конечно. Нет, одна мне, вот мастер, которая меня стригла, она предложила. Давайте я вам, вас постригу короткая стрижечка. Я говорю, нет, нет, у меня волосы уже при деле. Какая коротенькая. Скоро, наверное, косичку буду заплетать и в пучочек убирать. Как бабушка моя раньше ходила. Бабушка уже в мои годы была в белом платочке, уже сидела. Вот, да, по-моему, в мои годы, наверное. Вот. Ну, сейчас другая жизнь. Поэтому, вот. И они, ой, мы, в общем, блогерша, она, мы как два, это, это мастер, который меня стригла, девушка. Она тоже блогер. Она блогер на ТикТоке. И мы с ней, у нее 10 тысяч подписчиков. Вот. И мы с ней, в общем, наговорились, насмеялись. Там еще две девушки были, два мастера. Вот. Все трое снимали меня сзади, мою стрижку. Ой, вообще, мне так понравилось. И главная стрижка 500 рублей. Ну, подровняли мне снизу. Она подровняла. Вот. А в центре я ходила, где Нижний парк у нас, кто живет здесь, в Липецкой области, они знают. Да и в Воронеже, кто живет, знают, где у нас Нижний парк. Ну, в общем, как бы сказать, там я зашла в салон. Зашла в такой солидный салон. Называется как-то... Я уже забыла, правда, не буду говорить. Вот. И спросила по 3 часа. Она говорит, у нас по записи, если хотите, на 4 часа вечера. Ну, в 4 часа, я говорю, нет, у меня это поздно. У меня почти автобус отходит уже. Вот. И вообще я спросила, сколько стрижка стоит у вас. Она говорит, 1800. Представляете? Я думаю, нет, 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 я тогда во льве стригусь. Вот. А попала на этих девочек. Вот. Которые пострелили мне сегодня. Ну, вот. Набралась я сегодня позитива. Ну, приехала, конечно, даже вот и ворачиваться не хотелось. А соседи мне приготовили подарок. Крысу. Представляете? Вот крысятничают, да? Вот. Это мне, конечно, надоедает на нервы. Всё это давит. Я нервничаю. Особо внимания как бы не обращать. А как не обращать, да? Вот. Вы скажите. Вы приходите, лежит крыса на дороге. Распахнута у меня дверь. Главное, если дома что-то у меня пропало, я дверь сегодня не закрывала. У меня ключи были в двери. Дверь у меня никак не закрывалась на ключ. Если что-то пропало, я буду винить их. Они крысу мне подкинули. Значит, они здесь были. Дверь у меня была распахнута. Распахнута. Вот. От забора дверь. Калитка. Или как её назвать? Была распахнута. Крыса валялась у меня на дороге. На дорожке. Вот. А дом у меня не закрыт был. Я ключи так и оставила. Я закрывала, закрывала. Дверь никак не закрывается. Никак не вылазит язычок. Так всё бросила и уехала. В общем, вот так. Если что пропадёт, буду их винить. Ну, друзья, всё, я выговорилась. Да, ещё я не договорила, что я купила самое главное. Я купила, знаете, денег сейчас у меня вообще нет почти. А лекарства нужны. Я вспомнила, что у меня есть там бонусы. Бонусы или баллы. В Сбербанке накапливаются. Ну, в общем, у меня там было 700 с чем-то. Ну, в общем, или 800. Ну, в общем, 400 отдала я сама. И 400 на 400. Вот. Всё у меня обошлось, наверное, 800 рублей вот это. Вот. Так что вот так. Самое главное. Громыхульки мои. Так, друзья, всем пока. Итак, наговорила много. Потому что у меня много всяких впечатлений. Ой, хорошо, но липецк ещё не убран, конечно. Субботников не было. Но уже в организациях кое-где начинают уже подметать. Потому что сухо от травки освобождают. Сухие листья сгребают. Вот. Так что уже копошатся. Кто-то не чешется, кто-то уже сгребают. Много песка, конечно, в городе. Я сегодня на зубах аж скрипел. Вот. Наездилась я сегодня на городском автобусе по городу. Много находила. Да. Больше 10 тысяч шагов. Так что всем хорошего вечера. Сейчас вот я закончу и забуду что-то. Я ещё хотела сказать. По-моему, я всё. А зачем я ездила, я вам не могу сказать. Пока-пока. Да, друзья, вот разбираюсь. И всё. У меня в голову лезет. Вот прям так и хочется сказать своим соседям. Вали с Васей. Ну, уимейтесь вы, наконец-то. Уимейтесь. Ну, уже и прокуратуру нажаловались. И это... Суд уже будет. Вы что, не уимётесь никак? Вот. А потом, наверное, все думают, что, наверное, из-за меня что-то. Что-то я на них говорю. Что-то я про них снимаю. Вы сами создаёте конфликт на ровном месте. Когда это закончится, я не знаю. Неуёмные вы какие-то. Или как ещё по-другому сказать. Не уимётесь никак, в общем. Уимейтесь, наконец-то. Я вас прошу. Как Леопольд просил мышат. Ребята, давайте жить дружно. Вы не хотите. У меня сегодня во льве спрашивали. Ну, чего вы там никак с соседями-то? А чего я? А чего я их вообще не трогаю? Только они мне пакостить здоровы. Уже пора, наверное, уняться. Ну, успокоиться. Да, друзья. Я ещё пока сейчас убираю продукты. Подумала, знаете, всё-таки Бог есть на свете. Есть. Снова я вот выхожу, всегда говорю. Господи, благослови меня на дорогу. Божья матушка Николая Уодненко. Господи Иисусе Христе. Благослови меня на дорогу. И ангел мой, хранитель мой, ты иди впереди, я за тобой. Вы понимаете? Вот, помоги мне, Господи, все дела поделать. Приехать и уехать. Всё благополучное, что было. И вот, видите, ну, может быть, там с какими-то препятствиями опять мы, как бы сказать, мы не у волшебников просим, да? Вот. Ну, я сегодня как-никак уехала в Лев Толстой. Опоздала на автобус. Вот. Меня подобрал школьный автобус. Вот. И, в общем, доехала благополучно до Льва. Во Льве походила, подождала Лепецкий автобус. И уехала благополучно всё в Лепецк. Добралась до места, куда мне надо было. Там дела поделала, которые я запланировала. И приехала. И в Лепецке я много дел поделала, которые и на... Ну, как бы и постриглась. То есть, я планировала, да, постричься там. Вот. У меня там знакомые тоже есть. Знакомый салон девочки. Но туда я не дошла. Вот. Попала в другой салон. Виктория. Есть Бог на свете. Есть. Молитесь. Просите. Так. Это у меня просто послесловие. Всем пока. Да, не сказала то, что... Благодарю всех за лайки, за просмотры. Первые за просмотры. Мне просмотры нужны. Лайки. Ну, это уже как бы... Как вы желаете. Лайки ставьте. Посмотрели? Поставьте лайк. Вам не трудно, а мне приятно. Подписки. Посмотрели видео? Подпишитесь, если вам понравился канал. А не так вот каждый раз заходить. Поисковик использовать. Заходить ко мне на канал. Возьмите, подпишитесь. Я не знаю, кто ко мне подписывается. Я не знаю, кто мне ставит лайки. Мне еще и об этом голову ломать. Вот. И пишите комментарии. Вот. Комментарии мне, слава Богу, никто плохие не пишет. Всем... Всем моим друзьям. Я всех своих друзей благодарю. Спасибо им. Вот. Я также захожу на их каналы, смотрю их видео. Также оцениваю их видео. Пишу комментарии. Мы все смотрим друг у друга видео. Потому что это работа. Это работа такая у нас. Ко мне зайти. Вот. Кому что понравилось написать, не понравилось. Написать что-то другое. Но не плохое. Плохое мы не пишем. Так что у меня вообще нет плохих комментариев. У меня только мои соседи пишут плохие комментарии. Вот зайдут, весь свой яд выльют. Это Валя с Вася. Это они. Не буду скрывать. Всех благодарю за просмотры, лайки, комментарии. Друзья, всем ушлю свой поцелуй. Всех обнимаю до хруста костей. Всем пока.